друзья здравствуйте сегодня я хочу продолжить наш рассказ о новинках от завода витаукт под названием препарат пустырник экспресс форте вот такая коробочка внутри находится инструкция обязательно в каждой коробочке вот такой флакончик и мерный стаканчик на стаканчике такие риски и каждая риска означает что это одна чайная ложка он состоит целый комплекс синергетических веществ то есть союзника которая не помогает и повышает его эффект так вот следующим компонентом является витамин b6 это один из важнейших таких нейротропных витаминов конечно действует везде по всему организму он заставляет много что делать он и в том числе метаболизм углеводный жировой ускоряет из белков переводит помимо кислоты жиры переводит то есть в энергетике учат очень важный витамин но все-таки наша задача и почему мы его сюда применили именно витамин потому что он помогает ускоряет выработку нейромедиаторов которые ответственны за состоянием нервной системы какие нейромедиаторы вспомним чтобы все было балансе там должно быть правильное количество серотонина важнейший такого активирующего гормона нейромедиатора до мелатонин гормон сна допамин гормон удовлетворенности гормон хорошего настроения адреналин кортизол гормоны стресса то есть везде везде все должно быть отрегулировано они сами по себе никто из них не вырабатывается обязательно они какими-то механизмами так вот в этом механизме участвует обязательно витамин b6 вспомните что b6 где еще назначают врачи ну конечно судороги мышечные икроножные мышцы они менее это все является проявлением нехватки витамина b6 помогает многочисленным ферментом которые работают клетках можно так сказать что 150 ферментов не смогут работать нормально если не будет хватать витамина b6 и в первую очередь будет страдать нервная система поэтому он как обязательный союзник включен в эту программу добавлю что витамин больше b6 существенно влияет на кроветворение то есть нас количество гемоглобина в крови если у нас будет недостаточность проблема то качество гемоглобина пострадает представляете себе если у нас будет ухудшенное качество гемоглобина эритроциты пострадает и поползет гомоцистеин есть такое вещество которое является провоспалительным началом избыток гомоцистеина ведет к повреждению многочисленных повреждений в том числе сосуды страдают вспомните мы говорили раньше на наших лекциях что сосуды страдают и врачи утверждают что сосуды страдают от избыточного холестерина да нет нет холестерина а от того что идет мощный шквал вал воспаление и нужно убрать гомоцистеин из крови избыточный и эту задачу в том числе помогает витамин b6 том числе и иммунитет помогает повысить ну наверно все системы у нас их 12 в организме наверное везде везде на всех системах b6 он обязательно будет нужен поэтому вот такой важнейший компонент b6 включен состав препарата пустырника и следующий важнейший компонент это магний дело то что многие которые интересуются немножко физиология медицины там народной медицины травами они помнят что магний это не самый необходимый препарат минерал который является антистрессов если нам хоть чуть-чуть будет не хватать магния то конечно у нас начнутся проблемы и первую очередь проблемы начнутся головном мозге это в виде судорога в виде спазмов в виде хронической усталости в виде того что будет избыта кальция поступать не по адресу они кальций будет поступать куда оседать на сосудах будет камни в почках будут в других местах в подагра может и все это связано с недостатком магния поэтому ну конечно наш случай магния мы почему включили в этот состав потому что он обязательно проявляет свою первую очередь антистрессовое действие он обладает успокаивающим действием снижает возбудимость я думаю многие знают об этом и для них это не не новость и за счет этого укрепляя нервную систему он повышает устойчивость организма к стрессу а представьте если у нас магния будет не хватать хоть чуть-чуть будет не хватать а я вам так скажу что последние новейшие научные данные показывают что больше пятидесяти процентов взрослого населения имеет недостаток магния есть данные которые до восьмидесяти процентов взрослого населения имеет недостаток то конечно же это все будет сказываться на нашем общем физиологическом состоянии в том числе и на нервной системе том числе на эмоциональном нашем плане на сердечно-сосудистой системе и на костной системе мало ли где еще везде везде это все вылезет но в первую очередь вылезет нервной системы в это сразу почувствуете поэтому магний магний еще раз магний давайте вкратце проговорим основные такие направления где действует магния где он важен первую очередь он участник энергетических процессов в клеточных митохондрий клеточные митохондрии участвуют выработки а т.ф. это энергетическая валюта представьте если там будет чуть-чуть не хватать а т.ф. это сильно скажется на функциональных возможностей клетки и клетка не сможет полноценно работать выполнять каждая клетка она имеет дифференциацию нервные клетки специализированы на одно действие сердечные клетки на другое кожные клетки на 3 костные до 4 и так далее так далее и они специализированы и специализация поддерживается за счет того что высокий уровень поддерживания этой специализации дифференциации а т.ф. митохондрии вырабатывают много энергетической валюты и тут если чуть-чуть будет перекос магний это все вылезет и вы сразу это почувствуете это полезет хроника многие возрастные заболевания поэтому напомню что и глюкоза усваиваемость ухудшится нервный сигнал передача нервных сигналов тоже ухудшится синтез белков тоже ухудшится костная ткань строение от костной ткани тоже ухудшится куда мы не кинемся везде везде нужен магний поэтому важнейший все-таки компонент это магний и он обязательно порядка был включен в состав данного препарата пустырник экспресс-портел и последний компонент тоже не менее важный это аминокислота глицин и иногда часто продают отдельных в аптеках и назначают как антистрессорный препарат он постановит направление действует на нервную систему также повысить умственную работоспособность часто даже маленьким детям школьникам дают из студентов института знают и принимают глицин а у нас он включен обязательно в комплекс потом смотрите глицин применяют при стрессовых ситуациях а что они делать они изнашивают нашу нервную систему а ей надо как-то восстанавливаться и тут глицин незаменим и вспоминайте ситуацию мы понервничали психоэмоциональный стресс перенапряжение и что врачи они без конца тянутся ты как-то затяжен затяжной период этой эмоциональная перевозбужденность ну конечно врачи в этом случае вам назначат глицинчик они лучше ли все-таки вот комплекс принимать не сам по себе глицин а в комплексе с этим препаратом пустырник с фресфорте также я напоминаю что глицин принимается при лечении инсульта в том числе алкогольной зависимости как он действует он очень важен как тормозной медиатор нейромедиатор и есть возбуждающие нейромедиаторы а есть например адреналин а есть тормозные так вот он относится к тормозным гамм вот помните я рассказывал про ведущих наших лекций гамма-аминомасляная кислота том числе и глицин относятся к этой группе и так глицин повышает умственную работоспособность очень нужно для многих устаем практически мы все поголовно очень быстро вечер уже измотаны уставший и уже ничего не хотим от этой жизни а большинство из нас нас еще мало то так еще и раздражительны и как-то нужно стимулировать себя и мы подумаем как бы немножечко себя под стимулировать ну кто-то бросается кофе пить кто-то чай пить кто-то и покурить бросается но это не выход это самоубийство честно говоря нужно помогать восстанавливать нервной системе вот мягкую нужны такие естественные плавные вещества глицин в этом плане один из лучших он успокаивает он снимает эту умственную недостаточность он также помогает берет при бессоннице при невротических расстройствах глицин глицин поэтому запомните он очень важен для нервной системы и как важнейший компонент он тоже включен наш препарат кроме того глицин обладает противотревожным действием также он имеет повышается возможность внести чески то есть качество понимания проблемы решать задачки какие-то это мистическая называется возможность глицин тоже один из таких лучших таких препаратов поэтому школьникам дают маленьким детям том том числе и при умственной недостаточности слабом умственном развитии глицинчик дают детишкам вот как он действует глицин понимаете у нас на нервных клетках есть такие такие рецепторы их называют гамм к резерву то есть рецепторы которые реагируют на гамма аминокислоту понимаете и вон он тоже работят на эти же глицин эти же рецепторы если глицин до достаточно рецепторы закрыты и мозг более-менее хорошем состоянии поэтому иногда нужно добавлять глицин в пищу поэтому учитывая что если нормальная нервная система конечно будет и хорошее качество засыпания психоэмоциональный фон у человека улучшится и характеристики сна изменится в лучшую сторону то есть глицин повышает количество объем запоминаемой информации то есть делали эксперименты и на людях и на мышах вот уставший мозг сколько может запомнить чисел и одному до одной группе давали глицин а другой не давали это группа которая принимала в лице у них намного больше объем памяти кратковременно вот для каких целей нужен лицин ну важнейшее то его показали это функциональная корректировка состояния центральной нервной системы ой в наше время тяжелое большинство людей понаблюдаешь практически у все есть какие-то те или иные проблемы в нервной системы у кого-то повышено артериальное давление у кого-то ритм сердца сбой идет постоянно аритмии допустим там тахикардии там или пульс и сбитый в том числе том числе нервная система у кого-то истощена у кого-то перевозбуждена у кого-то истерия у кого-то неврастение и много-много всяких вот этих состояний измененных нервной системы когда уж истощение бесконечная усталость хроническая ну везде наверно во всех этих случаях пусырник будет на на первом месте по значимости повышенная возбудимость центральной нервной системы ну честно сказать вот я наблюдаю за людьми очень часто но почему-то они какие-то дерганы психованы неправильно реагируют на на самые казалось бы простейшие бытовые ситуации ну зачем так реагировать а это не потому что у них вот такой вот особенность их не психологически это это усталость нервная система они уже по-другому не могут они выплескают свои эмоции они возбуждены понимаете и тут уже как бы сдерживать себя они не в состоянии вот тут то и нужно нужен пустырник просто-напросто то есть притормаживать наши эмоции чуть-чуть это не психологический план это эмоциональный план здесь можно помогать человеку то есть снять его непрерывный стресс вот кортизола очень много в крови понимаете мы постоянно живем на стрессе практически большинство 90 процентов взрослого населения живет на стрессе а что это значит огромное количество кортизола адреналин а к т г другие гормоны пустырник помогает в этом случае причем плавно медленно никаких таких резких таких скачков перепаду постепенно человек чувствует себя намного лучше в этом плане и месячный или курс или там 15 дневный курс большинство людей помогает способствовать улучшению качества сна я вот анализировал людей которые вокруг меня обращаются ко мне всякие мои клиенты пациенты сотрудники и разговариваешь ними и обязательно и почему-то спрашивают и мне даже интересно как у вас со сном а вы знаете почти 50 процентов людей которые со мной общаются и рассказывать у них проблемы со сном и это проблема нашего века вы знаете раньше нератой проблемы не было а сейчас поскольку все мы перевозбуждены уставшие стресс хронический кортизол но бессонница это однозначно одно из следствий всех этих предшествующих состояний так вот пустырник здесь окажет вам очень хорошую помощь по регулировке сна и углублению к не только засыпание но и качество сна дело то что иногда мы можем даже уснуть а потом просыпаемся к утру и на ней не можем уснуть или же спим но не глубоко спим это тоже является нарушением качества сна очень важно чтобы сон был все-таки глубоким как у ребенка можно сказать тогда мы сможем полноценно восстановиться если сна нету мы восстановиться не сможем мы на следующий день уставшие продолжаем бодрости никакой нет работоспособность низкая и счет зависит одно за другое цепляется то есть работоспособность связано как вы спите и обязательно нужно начинать не стимулировать свои стимуляторами возбудать там кофеином там или какие-то адаптогены принимать мощность чтобы повысить свою работоспособность нет друзья если в это будете пойдете по этому пути вы просто доведете свою нервную систему до истощения и рано или поздно вы пожалеете что вас перевозбуждали свою нервную систему так нельзя нужно привести в баланс свою нервную систему и на этом пути пустырник одно из лучших средств причем пустырник экспресс форте подчеркиваю потому что это комплексный препарат я буду дальше рассказывать первую очередь это бессонница второе неврастение ой очень часто встречается среди моих окружающих друзей и тому подобное неврозы понимаете бывает нервная система источена слабость нервной системы а бывает повышенная возбудимость нервной системы неврозы это например истерия ну казалось бы что ты так реагируешь почему ты так плачет неправильно реагируешь на какую-то банальщину но самый простой случай нет человек начинает себя нагнетать накручивать понимаете это истерия и тут это не человек виноват это его состояние нервной системы ему просто-напросто надо неврологическую проблему решать вот это тоже показания следующее эпилепсия тоже если нервная система не такая перевозбуждена то случай эпилепсии будут намного реже то есть в этом случае пустырник тоже окажет свою помощь гипертония гипертония бывает очень много стадий там так вот и на первых начальных стадиях конечно пустырник поможет это 1 2 стадии а если там 3 4 стадии уже запущены связаны с атеросклерозом то конечно здесь надо комплексный подход не только пустырником тут уже не отделался тут уже надо будет и гипотензин принимать и атеросклероз надо лечить надо начать и гинготропил принимать диасклефит вот поэтому если у вас эта проблема уже есть то я вам советую не затягивайте не оттягивайте потому что если вам на врачи назначат лечить атеросклероз статинами понимаете я не верю в эти статины я против них потому что что такое статины они да они уменьшают количество холестерина в крови но за счет чего за счет того что заставляет печень уменьшать ее то вмешиваются в метаболизм печени подумать и вмешиваться в метаболизм печени да это нонсенс но тем не менее наша медицина говорит что ничего плохого в этом они не видят и нужно принимать статины следующее показание это климактерический синдром вы знаете у некоторых женщин климактерии проходят как-то плавно мягко они хорошем настроении и не замечают что у них они умом когда у них начался когда он закончился от климакс но это здоровый климакс но как девы сейчас видите здоровый климакс практически редко во-первых климакс у большинства современных женщин на что начинается преждевременно это гормональные сбои это преждевременное старение это истощение нервной системы много причин но большинство современных женщин имеет преждевременный климакс следующее где можно применять можно и нужно это сердечные приступы вспомните сердечный стенокардия ну боль откровенная боль человек идет и задыхается сердце болит что-то бежать не может работать не может потеет и много много чего ты называется стенокардия второе это повышенная ритм сердца или называется тахикардия молотится знаете как бешеные человек не знает вот хватается таблетку ну да может быть таблетка и собьет но он уберет причину тахикардии нет не уберет а причина все-таки перевожди возбуждена симпатический отдел нервной системы его нужно привести в порядок понимать наша система не надо она состоит из пара симпатики и симпатики если перекос надо значит убирать этот перевод не нужно чтобы симпатическая система доминировал а что надо чтобы они были балансе вот и ни в коем случае не нужно насиловать свое сердце какими-то таблетками которые сбивают аритмию там но много там способов лекарственных способов я опять же скажу что это не совсем правильно да это скорая помощь да в какой-то степени вы сейчас сегодня и завтра можете помочь но основную причину этиологию в этим способом не уберете поэтому нужно убирать все-таки основные причины это более правильные под глубинные причины проблемы вот тогда мы сможем достичь хорошего длительного результата ремиссии потом посмотрите на нас окружающих людей по присматривайтесь а почему они такие раздражительные ну иногда что-то так найти но не попасть что-то скажешь и человек тебе знаете так ответит знаете с такой раздраженностью с такой спыльчивостью ну казалось бы чё тут такого ну сказал немножко но не так ну может быть чё ты пылишь чё ты горишь это тоже не это не характер чаще всего это не характер это чаще всего состояние перевозбужденной нервной системы вот это усталость понимаете человек уже по-другому не может он даже если хотел бы по-другому сказать но он раздражительно это следствие хронической утомляемости организма хронического стресса высокая раздражительность я уже говорил про эпилепсию так вот пустырник конечно и в этом наполении он противосудорожное действие обладает то есть мягкое конечно он не вылечит эпилепсию так нельзя утверждать но уменьшить количество гормонов стресса в крови и сделать более такой продленный разрыв между этими припадками эпилептическими а может быть и вообще их сделать более мягкими более гладкими вот этот пустырник способен сделать то есть мягкая такая помощь при эпилептических припадках в том числе и при судорогах в том числе он тоже может в какой-то степени помочь почему так делает а потому что он работает на тормозные системы нервности нашей головного мозга там понимаете есть возбуждающий отдел и тормозящий и очень часто большинстве случаев нужно притормажив перевозбуждена нет тормоза не работают а работают только стимуляторы 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 адреналин кортизол противоположных нету фаз там должны быть фазы которые тормозят есть такое вещество гамма аминомасляная кислота вот у нас это препарат тоже есть я бы вам советовал пустырник попринимать с гамма аминомасляной кислотой повысит эффект общий то есть не всегда пустырник сам по себе идеально сработает в ряде случаев нужно комплексное воздействие на на каждый конкретный случай нужен свой комплекс воздействия вот поэтому подумайте может быть и вам или каким-то вашим близким это тоже важно для вот успокоить привести в баланс нервную систему посмотрите только что говорю что привести в баланс нервную систему понимаете наша система мозга она многоэтажно тут и кора мозга который отвечает на за знание тут и ну лип который отвечает за эмоции тут и за энергетику гиппокамптом то есть много уровней и конечно же нужно на многих уровнях помогать мозгу восстанавливаться ну конечно пустырник работает на психо эмоциональные вот эти передергивание состояние когда человек находится в таком повышенно перевозбужденном это неврозы часто сопровождает вот такой человек смотришь на него у некиты перебаты тот был вроде только что хороший нормальный человек тут ни с того ни с сего у него какое-то настроение которое то упало безразличие какое-то стало только какую-то перевозбужденность а это гормональные вот эти нейромедиаторные перекосы потому что уже нервная система адекватно не реагирует на ситуацию не человек сознательно не реагирует а мир автоматика его не реагирует автоматически и нужно вот этой автоматике помогать под восстанавливать его убрать эту на перепады настроения вот это был гиперраздражительность при этом хочу отметить что пустырник все-таки обладает свойством сгущать кровь с одной стороны это может быть и хорошо а с другой стороны плохо то есть это надо знать если вам нужно если у вас какие-то кровотечения имеются часто избыточной значит кровь жидкая ее надо как-то сгущать в этом случае конечно пустырник хорошо пойдет но если у вас склонность к тромбозам или какой-то густая кровь тут тут надо быть осторожны то есть знать что пустырник может все-таки сгущать кровь и останавливать кровотечение запомните и вы знаете интересно для меня такой нашел информацию что оказывается современные такие научные исследования показывают что пустырник помогает тормозить рост саркомных опухолей это новация и наверное будет интересно для некоторых больных онкологических эта информация потому что на сегодняшний день нет препаратов которые лечат но хирургически там конечно что-то лечит химиотерапия практически бесполезно но хотя бы сдерживать увеличивать и срок продолжительности возможно дать больший период срока для лечения то есть потому что сарком очень быстро люди умирают на эти год-два и человека нету может три там максимум еще а если мы наберем возможность времени запас времени человеку дадим то может два три четыре года может быть удастся у нас и целые программы для того чтобы подавлять эти опухоли комплексные программы и не только по саркомам и по карциному по меланому конечно если вам это интересно вы тоже будете к нам за этими программами обратиться взрослым по 5 миллилитров это что это одна чайная ложка или же вот такой колпачок один такой риска это есть штрих это есть чайная ложка два штрихка это две чайные ложки там три четыре три ложки допустим обычно курс ну семь дней идет некоторым нужно может быть и 15 дней такой пролонгированный курс препараты которые выпускает компания виталук с целью который над предназначен для успокоения нервной системы и сердечно-сосудистой системы и для бессонницы сразу от пол напомню это наверное уже хорошо знакомы по прежним нашим рассказам и лекциям препарат над нас под названием нейрвана если вы еще не знакомы то заходите к нам на сайт или youtube и наберите слово нейрвана и там эти препараты я подробно уже ранее рассказывал следующий препарат очень важный такой для этого же направления лечения это магний причем это магний b6 нейрокомплекс их много видов а в данном случае магний нейрокомплекс с группой всей группой витамина b там и b1 b12 b6 это очень важно они все союзники данному препарату под названием пустырник экспресс-порте следующий важный препарат новинка тоже который я недавно тоже рассказывал предыдущей передачи это синюха тоже обладает великолепными успокоительными свойствами также в эту группу можно отнести препарат называется пассий флора генеральская звезда еще название они тут тоже для тех же самых целей и кроме того препарат магнолия вечно зеленая крупные такие ли цветы многие знают про нее она тоже обладает похожими физиологическим действием успокаивающие в основном у каждого из этих препаратов которые сейчас только что приводил своя специфика хотя они все и синергисты то есть союзники помогают друг другу усилить эффект лечебный но в то же время конечно неправильно когда их применяют все вместе их надо выбирать каждому свой препарат вот так поэтому я вам рекомендую обратиться к нашим специалистам вы можете обратиться ко мне на сайт на нашу почту позвонить нам по телефону и мы вам подберем именно тот препарат который больше всего физиологически подходит именно для вас учитывая все ваши нюансы ваши физиологические особенности если вам интересно и дальше знакомиться с нашей инфо о новых препаратах от компании виталук и получать консультации от наших специалистов от меня лично обязательно подпишитесь на наш канал у нас впереди еще очень много интересных рассказов и предусмотрено большое количество новых препаратов не забудьте ставить лайки и обратите внимание внизу есть колокольчик если вы его нажмете то вам будет приходить уведомление о наших следующих рассказах о новых препаратах от компании виталук ну и естественно мы будем рассказывать о трудных и хронических заболеваниях и современных подходах их лечения этиологическими методиками будьте здоровы до скорых встреч виталук